Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюс. Мы расскажем о самых новых и интересных новостях. Сегодня с тобой я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. В Казанском федеральном университете состоялся ученый совет. В Институте управления экономики и финансов КФУ обсудили экономику футбола. Казанский федеральный заложит основу всероссийского студенческого медиахолдинга. 22 июня в Казанском федеральном университете состоялся ученый совет. Главными темами дня стали конкурсный отбор на должности, увековечения памяти выдающихся ученых и представления к присвоению ученых званий. Главным событием заседания стало утверждение 2018 года в КФУ годом Льва Толстого. Подробности смотри далее. 22 июня состоялся ученый совет КФУ. Основными темами дня стали конкурсный отбор на должности, увековечения памяти выдающихся ученых и представления к присвоению ученых званий. Главным событием заседания стало утверждение 2018 года в КФУ годом Льва Толстого. Отдельно обсудили увековечение памяти выдающихся ученых Казанского университета путем установки мемориальных досок и создания именных аудиторий. Однако ключевым моментом стало голосование ученого совета по вопросу о провозглашении в КФУ 2018 года годом Льва Толстого и учреждении специальной медали. Идея нашла поддержку заседаний и более того приобрела сторонников и вне университета. Казанский федеральный университет выходит с инициативой в следующий год объявить годом Толстого и учреждает и медаль, и премию. Прошу коллег поддержать эту инициативу. Тем более со стороны университета больших затрат не ожидается. Но мы надеемся, по крайней мере, на это. Премия должна вручаться за значительный вклад в развитие отечественной литературы и культуры, за произведения, написанные на русском языке, и еще одна номинация за значительный вклад в развитие отечественной литературы веческой науки. Казанский федеральный заложит основу Всероссийского студенческого медиахолдинга. Такую возможность обсудили на встрече с ректором КФУ, генеральный директор телеканала «Просвещение». Все подробности встречи уже известны нашему корреспонденту. Аделя Шамиловой узнает и... В предыдущем выпуске мы освещали подробности визита на площадку Медиа-центра Высшей школы журналистики КФУ, генерального директора телевизионного канала «Просвещение». Эфир данного канала отличается наличием большого количества образовательных и научных программ. Интересно, что одну из таких программ руководитель телеканала записал прямо в студии «Универ-ТВ». Беседа, развернувшаяся прямо в эфире, началась с причин столь пристального внимания к развитию медиа-индустрии и студенческого телевидения. Тот курс, который выбрал ректор вашего университета на создание крупного медиа-центра, он верный. Мне кажется, было бы полезно, если бы многие ректоры других вузов обратили внимание на то, как идет у вас подача. В рамках телебеседы вниманию удостоились и поиск малых инновационных предприятий при КФУ, и опыт продвижения в глобальных рейтингах, и, конечно, правила приема, и образовательные программы КФУ. Чтобы на самом деле в стране появились университеты 3.0, если мы хотим, чтобы университеты начали генерировать сами рабочие места и создавать эти рабочие места. Интервью выйдет на телеканале просвещения через неделю 30 июня. Но поводом визита стала не только возможность записать интервью с ректором одного из ведущих вузов страны, но и шанс прийти к соглашению о создании единого студенческого медийного пространства. Вне телестудии стороны обсудили вопрос включения ректора КФУ в состав Попечительского совета Международной ассоциации студенческого телевидения. Учитывая опыт КФУ и взгляд ректора как главного координатора основных процессов вуза, данное решение оправдает себя на всероссийском уровне, считает Владимир Косинчук. Ильшат Гафуров положительно отозвался на инициативу, причем совместная работа уже перешла в активную фазу. Адель Шамилова, Ильшат Хусаенов, Универ Ньюс. В Институте управления экономики и финансов КФУ обсудили экономику футбола и развитие профессионального и любительского спорта в России. Как это было, ты узнаешь в сюжете Дианы Шиловой. 23 июня в Институте управления экономики и финансов КФУ начала свою работу Международная практическая конференция «Экономика футбола». Конференция проходит для обмена последними научными результатами по экономике футбола, популяризации экономики футбола среди исследователей апробации формата конференции по экономике футбола в преддверии чемпионата. Наше футбольное хозяйство начинает только выстраиваться. И важно, чтобы экспертное сообщество, научное сообщество и специалисты в области футбола вместе правильно сформулировали проблемы и договорились об общих подходах к решению этих проблем. Не зря площадка для проведения данной конференции выбран университет, ведь именно отсюда выходят высококвалифицированные кадры. В Казанском университете создана высококонкурентная, высокоэффективная образовательная площадка федерального уровня, обладающая всеми необходимыми ресурсами для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов различного профиля, которая также могла бы стать интеграционной платформой взаимодействия ученых и практиков, занимающихся анализом и развитием в том числе и футбольного рынка. Организаторами конференции выступают Казанский федеральный университет, Российская экономическая школа и Высшая школа экономики. Я считаю, что эта конференция является моментом нашего продвижения в мире. В России нас уже знают все, а в мире нам бы хотелось, чтобы нас знали больше. И вот это является одним из моментов академической узнаваемости нашего института. Данная конференция проходит при поддержке правительства Российской Федерации и приурочена проходящему в Россию Кубку конфедераций. На примере нашего города, как спортивные события меняют экономику города, меняют инфраструктуру города, но что для меня важно, самое главное, меняют людей. Казань является примером правильного использования объектов, построенных для проведения в свое время универсиады 2013 и чемпионата мира по водным видам спорта. Казань является одним из успешных примеров использования стадионов, которые были построены в университетах, которые были построены сейчас. Использование может быть университетов и других учебных заведений. Их использование этих объектов будет положительным. Стоит отметить, что международная конференция экономика футбола пройдет с 23 по 24 июня в Институте управления экономики и финансов. Молодые ученые КФУ готовятся к получению гранта. Какие программы господдержки предложены ученым на сегодняшний день? Об этом далее. 23 июня состоялся семинар об актуальных программах господдержки для действующих и младых ученых, аспирантов и студентов КФУ. Организатором мероприятия стало общество с ограниченной ответственностью ТОП-Грант. Мы же, со своей стороны, как компания, занимаемся консультированием предпринимателей и ученых по данному вопросу уже несколько лет. И всю необходимую базу имеем. Поэтому выступили с инициативой прийти к ученым и рассказать им об этом быстрее, чем появится данная база. Лев Берг – выдающийся ученый, который родился в Казани и внес большой вклад в Казанский университет. На ученом совете было принято решение установить в вестибюле третьего этажа института химии мемориальную доску Льву Герменовича Бергу. В химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального состоялось открытие мемориальной доски выдающимся советскому ученому Льву Бергу. Это решение было утверждено на ученом совете, который прошел 22 июня. Жизнь и деятельность Льва Берга во многом была связана с Казанским университетом. Мы, химический факультет, гордимся тем, что у нас, нас учили такие люди, они закладывали основу, фундамент знаний для последующих поколений. Лев Берг был заведующим кафедрой неорганической химии, заведующим лабораторией на кафедре физической химии в Казанском университете. Он является основоположником теории термического анализа. Сейчас термические методы очень хорошо развиты на кафедре физической химии. Мы являемся продолжателями того научного направления, которое создал в Казанском университете Лев Гернч Берг. Деятельность Льва Берга в области термического анализа была признана и мировым научным сообществом. Сейчас он известен не только в России, но и за рубежом. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Это были все новости на сегодня. Еще больше подробностей о самых интересных студенческих событиях вы можете увидеть в наших социальных сетях. С вами была я, Аурелия Сташкова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова